Историческая дата. Именно в этот день, в 2014 году, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. С главными новостями этого дня, с вами в студии Илья Сахаров. Сегодня в России отмечается без преувеличения историческая дата. Именно в этот день, в 2014 году, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее возвращение территории в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав России, но и стали ее новыми субъектами. Спустя два года после вступления Крыма в состав Российской Федерации, россияне по-прежнему считают это решение верным, отвечающим национальным интересам нашей страны, сообщили социологи в ЦИОМ по итогам недавнего опроса. Так, по данным исследований, отношение к новым субъектам России, Республики Крым и городу Севастополь у большинства граждан России положительное. Такое мнение высказали 79% опрошенных. Еще 16% не смогли ответить на этот вопрос, сказав, что никогда об этом не задумывались. Оценки факта вхождения этих территорий в состав России близки к абсолютным. 95% поддерживают воссоединение с полуостровом. В честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией поздравительные слова направил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Дорогие соотечественники, сегодня вся наша огромная страна отмечает вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. По словам нашего президента Владимира Владимировича Путина, после воссоединения с Крымом и Севастополем Россия заявила о себе как сильное и самостоятельное государство. Крымскую весну поддержал весь многонациональный российский народ. Мы говорим вам спасибо. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку, друзья. Крым – часть огромной и дружной российской семьи. Мы вместе навсегда. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России отметили и в Ненецком округе. Во Дворце культуры Арктика прошел митинг-концерт. Никогда и не думали, что Крым не наш. Он всегда был наш. Спасибо Путину за Крым и Севастополь. Крым наш. Мы вместе. Под такими лозунгами, как и по всей стране, в Наринмаре прошел митинг-концерт, посвященный двухлетию со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Зал не смог вместить всех желающих принять участие в патриотическом мероприятии. И «Млад и Стар» пришли, чтобы выразить свое отношение к этому историческому событию. Среди них и Лидия Сергеевна Ануфриева. Крым всегда был наш. И поэтому все рады, что мы вместе. И им хорошо. Главное, чтобы им хорошо было тоже с нами. А в Крыму когда-нибудь были отдыхали? Была и в Ялте, и в Керчи. В Симферополе, Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория и Севастополь. На Крымском полуострове хоть раз в жизни должен побывать каждый. Тем более сейчас, когда туризм в регионе на подъеме. О своих поездках теперь уже в Российскую Республику с нескрываемым удовольствием вспоминает Ольга Крупенье. Ассоциации при слове Крыма у меня только одни. Прекрасные воспоминания о прекрасном крымском отдыхе, куда я ездила с детьми и внуками. Буду продолжать, надеюсь, ездить много лет. После присоединения Крыма и Севастополя к России структурные изменения в республике не заставили себя ждать. Под особый контроль правительства России попала социальная сфера. За два года уровень заработной платы в Крыму вырос в два раза. С чуть более 11 тысяч рублей в 2013 году до 22 тысяч рублей в 2015. Уже к концу 2014 года размер пенсии был увеличен в два раза. И на сегодня ее размер составляет 12 тысяч рублей. К радости российских детей лагерь «Артек» за два года успел практически полностью возродиться. Изначально планировался только косметический ремонт, но в процессе было принято решение о полной реконструкции легендарного детского лагеря. В стадии завершения сегодня находится строительство второй очереди энергомоста. Что касается транспортного сообщения, по словам главы Минтранса Российской Федерации Максима Соколова, мост через Керченский пролив будет открыт для автомобильного сообщения до декабря 2018 года. Уже сейчас становится ясно, принятие Крыма в состав России дало мощный толчок к развитию полуострова. Я думаю, что то, что Крым вернулся к нам, это в том числе дает возможность россиянам там отдыхать. И мы рады за крымчан, что они стали нашей общей семьей. И, конечно, Россия поможет восстановить свое хозяйство и сделать все для того, чтобы и в Крыму жилось так же хорошо, как в России. Кстати, согласно последней переписи населения, в 2014 году в Крыму проживает свыше 80 национальностей. Самые многочисленные из них – русские, порядка 70%. Следом идут крымские татары и украинцы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Ненецкий округ прибыла снегоходная трансконтинентальная экспедиция. Четыре участника на отечественных снегоходах планируют пройти по всему побережью Северного Ледовитого океана. О развитии туризма. В регионе пройдет первый международный арктический форум «Доступная Арктика». Не только финансовая поддержка, но и имущественная. В регионе началась работа по формированию перечня недвиживого госимущества, которое может быть предоставлено субъектам малого и среднего бизнеса. Об этом стало известно на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в регионе. О возможности имущественной поддержки бизнеса прямо говорит Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В статье 18-й четко прописан алгоритм передачи госимущества в пользование предпринимателям. Оказание имущественной поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами госвласти, органами местного самоуправления в виде передачи во владении или пользования государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудований, машин и прочего. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. В Ненинском округе пока нет практики передачи госимущества в пользование малому и среднему бизнесу, и на это уже указывают контролирующие органы. К сожалению, на сегодняшний день, это замечает и прокуратура, и полномочные, и другие органы, что в субъекте нету перечня имущества, которое может быть передано на льготных условиях предпринимателям. Как нету площадей для льготной аренды, так и нету имущества, которого можно было бы передать на возмездную, безвозмездную основу. Но работа в этом направлении уже ведется. На сегодняшний день в реестре госсобственности находится 943 недвижимых объекта. 131 закреплен в хозведении за предприятиями, 812 закреплены в оперативном управлении учреждений госорганов. Сюда относятся все офисные помещения, в том числе подвалы и цоколи. Из тех, что закреплены в оперативном управлении, в казне находятся 90 объектов. Что это за объекты? 55 объектов – это сети. Объекты инженерной инфраструктуры – это сети газопроводов, водопроводов, канализации, теплоснабжения. Как правило, это те сети, которые оседают у нас в казне при передаче многоквартирных домов. 32 объекта инвижимого имущества – это нежилые помещения-подвалы, 16 подвалов на Сущинского, 4. Цокольные помещения – 6, это, как правило, Новоучейского 14, Новоучейского 36. По словам исполняющего обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений Анастасии Голговской, практически все эти объекты уже заняты, в том числе переданы в пользование некоммерческим, общественным и федеральным организациям. Теоретически список могут пополнить высвобождающиеся объекты госсобственности, поэтому задача властей сейчас – формировать перечень конкретных объектов, которые могут быть переданы малому и среднему предпринимательству. Давайте посмотрим ту имущество, которую сегодня есть в казне, что оттуда можно выбрать. Составляйте первоначальный список, а дальше вторым списком уже мы давайте будем садиться, анализировать, что у нас есть в этих наших группах, надо, не надо, эксплуатироваться, не эксплуатироваться, использоваться, не использоваться. Кроме формирования перечня объектов, к передаче бизнесу решено провести выборочную инвентаризацию недвижимого имущества, принадлежащего казенным учреждениям, кроме учреждений сферы образования, культуры и здравоохранения. По словам Анастасии Голговской, результатом проверки может стать неэффективное использование тех или иных объектов, которые могут быть также высвобождены и переданы бизнесу. Кроме недвижимого имущества, в управление бизнесу округ может передать и земельные участки. Отрабатываем еще, скажем так, те участки, которые на сегодняшний день заняты субъектами малосреднего предпринимательства, выделены участки подстречества, но не используются. Например, это вот участки ИП Шимилист, Троинвест, Виноградов, это центральная часть города, тоже информацию мы предоставляли в департамент. И напротив мяса продуктов у нас шикарный пустырь, ИП, значит, Орешко, Васильев, Андричев, Нормарокоргаз. Там тоже все подстройки, складов, производственных помещений, и даже в проказу, по-моему, под какую-то заправку надо будет уточнить. С такой постановкой вопроса согласен и глава региона. Если на земле не созданы объекты, соответствующие назначению участка, то его необходимо вернуть в казну. Где сроки уже просрочены, мы изымаем в казну с последующим выставлением на аукционный проект. Подражений здесь нет ни у кого. Что касается подбуданных, где разрешения сроки не прошли, мы собираем предприниматели, которые просто задаем вопрос. Будете, не будете, либо проблема в том, что есть какие-то ограничения, либо проблема, что, значит, либо в деньгах, либо еще в чем-то. Тогда просто будем предлагать либо помощь, либо, соответственно, досрочную задачу, чтобы у нас была возможность запустить все-таки оборот земельные участки. Договорились с вами? Да. Инвентаризацию имеющегося недвижимого имущества и земельных участков проведет управление имущественных и земельных отношений в срок до 1 июня текущего года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Стратегию взаимодействия власти, общественности, научных кругов и бизнес-сообщества при реализации программы устойчивого развития сектора туризма и гостеприимства в Арктике на период до 2020 года выработают участники первого международного арктического форума «Доступная Арктика». Он пройдет в Ненецком округе. Организатором форума выступает Федеральное агентство по туризму России совместно с администрацией Ненецкого округа. Главная тема форума – туризм как фактор устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации. На форуме будут обсуждаться вопросы новых форм международной кооперации при разработке арктических турпродуктов, создании и модернизации необходимой туристской инфраструктуры, обеспечении благоприятных условий для привлечения инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, организации и продвижения новых направлений арктического туризма. В рамках мероприятия участники представят успешные российские и международные практики по созданию и развитию малого и среднего бизнеса в сфере туризма в Арктике. Также планируется обсудить международные и межрегиональные инициативы по разработке новых проектов и программ в данной отрасли. По результатам обсуждений на форуме будет принят итоговый документ, включающий анализ актуальных проблем и комплекс мер, направленных на развитие сферы туризма в Арктике. Более 13 тысяч километров с запада на восток в Ненецкий округ прибыла снегоходная трансконтинентальная экспедиция «Ледяная кромка России» Архангельск-Уэлин. Четыре участника на отечественных снегоходах планируют пройти по всему побережью Северного Ледовитого океана от Архангельска до Чукотского посёлка Уэлин. Тысячи километров по арктическим пустыням вдоль побережья самого холодного в мире Северного Ледовитого океана. И всё ради возможности испытать себя, современную отечественную технику и рассказать об этом людям. Такую цель поставили себе участники экспедиции «Ледяная кромка России» Архангельск-Уэлин. За два года в рамках двух этапов они планируют преодолеть 13 тысяч километров. Первый этап трансконтинентального путешествия стартовал в Архангельске 12 марта, а 17-го участники уже прибыли в Наренмар. Мы не относимся к ней как к экстремальной, потому что вся наша поездка достаточно продумана. Мы обеспечены всеми средствами безопасности, то есть спутниковые телефоны и системы спутникового мониторинга. И везём с собой запасные части в случае поломок. Участники экспедиции полностью автономны. Они могут остановиться в любом месте и переночевать. В арктической палатке с отоплением при любой погоде на улице очень комфортно. Кроме того, имеется питательная сублимированная еда. Чтобы её приготовить требуется только кипяток. В отряде есть участники, отвечающие за техническое состояние машин и безопасность. Кроме того, имеется большой опыт дальних путешествий. В Монголию, Иран, страны Африки по России. Снегоходная экспедиция для заядлых внедорожников тоже не первая. Если подготовлена техника достаточным образом, и люди едут, скажем так, не с бухты-барахты, а с определённой целью, то есть проведена определённая подготовительная работа, то однозначно это интереснее, чем на автомобиле. И я бы даже сказал, это безопасно, если ты готов к тем неожиданностям, которые могут у тебя встретиться на пути. После техосмотра и отдыха в Наринмаре участники отправятся в сторону Варандея. Через Амдерму и Вайгач экспедиция доедет до Салихарда. Оттуда в феврале 2017 года начнётся вторая часть трансконтинентальной экспедиции. Это около 8 тысяч километров по территории Ямало-Ненецкого и Таймырского округов, республики Саха-Якутия и Чикотского округа. Ориентировочное время в пути – 75-90 дней. Во время поездок будет проводиться фото- и видеосъёмки. Собранные материалы лягут в основу фотоальбома и документального фильма. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». По баскетболу «Кэсбаскет» прошёл в Архангельской области. С подробностями Дмитрий Марков. 10 команд юношей и 10 команд девушек представили все регионы Северо-Западного федерального округа. Псковскую и Архангельскую области, Республику Карелии и Республику Коми, Санкт-Петербург и другие города федерального округа. Основными соперниками наших спортсменов стала команда из Череповца. Мы в группе с ними уже встречались. Группе довольно уверенно обыграли. Это была первая игра. Мяч круглый. Немножко подсели физически. Всё-таки шестая игра уже была заключительная. И у нас не такая длинная скамейка. В основном команд соперников. Поэтому так немножко не хватило физических кондиций. Одержав победу в первой игре, «Полярные совы» до самого финала шли без поражений. И в финале проиграли Череповцу 8 очков. Ребята под конец устали уже были. Силы уже были не те, чтобы в начале. И соперники, наверное, подразобрали нас. Немножко поняли игру. Стали делать акцент больше на дальний бросок. Стали. Появился большой шанс попадания. Стали попадать в свои броски и всё. Результат – второе место. И путёвка на суперфинал, который пройдёт в Екатеринбурге с 4 по 10 апреля. Там будут готовы по квоте федеральных округов будут представлены сильнейшие команды. То есть с северо-запада две команды проходили. С центрального федерального округа будет три команды, поскольку там много субъектов. С сибирского федерального округа одна команда. «Полярные совы» уже второй год входят в суперфинал. В прошлом году они заняли только седьмое место. В этом решили планку поднять. Тренер команды Владимир Рочев готовит ребят по новому плану. Тренировки в обычном режиме. Разбились. Какая-то специальная идёт тренировка и соревнования подготовителя, да? Нет, ну мы, конечно, тут немножко сейчас добавим. Трактических схем добавим, может быть, немножко на защиту поработаем, где-то недочёта свои подуберём. А так, в принципе, главное, чтобы не стушевались. В суперфинале встретятся 16 лучших команд страны. По баскетболу 16 команд девушек. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И к этому часу это были все новости. Далее прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...